Вещевой рынок Дардой крупнейший в Центральной Азии. Сейчас вокруг него сгущаются истории о голоде и отчаянии. Еще недавно здесь кипела торговля. В начале апреля из-за пандемии коронавируса базар закрыли. Для 50 тысяч работавших здесь людей это обернулось катастрофой. Из-за нашей ситуации плакать хочется. Мы никогда ничего не просили, всегда зарабатывали. Сейчас нам добрые люди дают еду понемногу. Но этого хватит только на один день, на два. Мы не можем на них все время рассчитывать. Что мы будем делать, когда эта еда закончится? Я не от коронавируса боюсь умереть, а от голода. Базар кормит не только торговцев, но и грузчиков, водителей и упаковщиков. Многие из них обитают здесь, в контейнерах или лачугах. Все здесь работают на базаре. Некоторые продают печеное, некоторые толкают тележки и занимаются доставкой. Здесь нет богатых. Я работаю в кондитерском цехе, но сейчас я дома без работы. Мы все из разных частей страны. Мы живем здесь, за контейнерами, так что никто даже не знает, что мы существуем. Местные власти организовали операционный штаб, чтобы выяснить, кто нуждается в помощи. Он не особо оснащен технически, а работают здесь волонтеры. Мы сами здесь живем. Продукты в основном продают частные лица. Бизнесмены, спортсмены, женщины, обычные люди. Мы не можем помочь всем. Нам самим никакой помощи не предоставили, хотя она нам тоже нужна. Здесь как минимум 8 тысяч семей и где-то 90-100 пакетов с едой приходят. Нам нужно разделить их на 15 улиц, то есть 4-5 пакетов на улицу. Этого недостаточно, чтобы помочь всем. Назгуль Бетеева живет с мужем и двумя детьми. Они паденщики. Уже около месяца у них нет работы и дохода. Выживают за счет выдаваемых продуктов. Некоторые работники Дордоя живут здесь, рядом с самым крупным мусорным полигоном Бишкека. Эти незаконные трущобы разрастались последние 15 лет. Их обитатели сами подключали электричество и воду. Сотни людей также зарабатывают на жизнь тем, что выискивают на полигоне все, что можно перепродать. Но с началом карантина цены на найденное ими упали. Повсюду растущее чувство тревоги. Я работаю на свалке. Собираю пластик и металл. У нас шестеро детей. Мой муж работает на базаре. Он толкает тележки. Мы тут давно живем с другими людьми. Мы все построили дома рядом со свалкой. Некоторые по 15-20 лет здесь живут. Мы построили дом, но у нас нет на него никаких документов. Говорят, он незаконно построен. Поэтому его могут легко сломать. Некоторые живущие здесь работают паденно на стройках или фермах. Некоторые все еще стоят у дороги в надежде на подработку. Но работы нет. А если случается, то плата за нее резко понизилась. Если повезет, им удается заработать 5-10 долларов. Этот человек представился Нурланом. Он только что потерял сознание. Он говорит, что не ел два дня и сейчас готов работать просто за еду. Это поселение лишь в нескольких километрах от Бишкека. Но это иной мир. Жизнь здесь уже была невероятно тяжела. В морозах зимой и смраде свалки летом. Карантин сделал жизнь здесь еще хуже.